Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня, как и обещали, покажем вам рецепт приготовления питы в домашних условиях. Ну, если кто не знает или не смотрел наши предыдущие видео, то это такая булочка, кругленькая лепешка, которая разделяется, и в нее можно всякие ништяшки складывать, потом заливать соусом, очень вкусно получается. Иногда в питах делают шаурму, также в пите подают фалафель, еще в пите очень вкусно ее кушать с хумусом. Ну, в общем, вариантов много, может быть, просто как хлебушек ее использовать. Но мне все-таки больше всего нравится делать в пите всякие бутерброды, накрошить туда зелень, и положить там колбаски или ветчинки, полить каким-нибудь вкусным соусом, и, что-то я уже слюнки глотаю, и использовать как какой-то, ну, вот как такой снэп, там, допустим, перекус или полудник, ну, как-то так. Итак, друзья, для того, чтобы на самом деле питу готовить очень просто, нам понадобится, мы делаем сейчас 12 пит, и в описании будет количество продуктов указано на 12 пит стандартного размера. Ну, вот такие вот они где-то делаются. Ну, вы увидите. Нам понадобится полкило муки, по чайной ложке сахара и соли, чайная ложка дрожжей, и две столовые ложки, правильно же, столовая растительного масла, две столовые, я слависы и соля, то есть, хорошо, что человек, который управляет камерой, он сразу же у меня вместо телесуфлера. Две столовые ложки растительного масла. Так как тесто дрожжевое, дорогие друзья, то нам надо его сейчас замесить, мы попросим Ларису, она это сделает, и оставить подходить. Ну, в общем, сейчас все расскажем по порядку. Чтобы приготовить тесто для пит, и в первую очередь просеем муку. Ну, муку надо просеивать, как вы знаете, дорогие друзья, в первую очередь для того, чтобы исключить попадание всякой нечисти в нашу питу, а во вторую, ну, в плане там гвоздей каких-нибудь, еще какой-нибудь фигни, которая от мельницы отломалась. А во вторую очередь, ну, я шучу на самом деле, конечно же, а во вторую очередь для того, чтобы тесто было пышным и воздушным. Хотя в детстве, вот откуда у меня это с гвоздями, в детстве, просеивая муку, моя бабушка обнаружила в муке обломок гвоздя. Не знаю, как он туда попал. Просеяли муку. Мы взяли 300 миллилитров теплой воды температурой 36-37 градусов. Добавляем туда сахарок, сольку, и хорошенько перемешиваем. После того, как сахар, соль растворится, надо рассыпать по поверхности водички дрожжи и оставить их на минутку, чтобы они регидрировались, то есть напитались влаги. Потому что, если иначе дрожжи размешивать сразу, они могут взяться комками и потом в тесте у нас, ну, неравномерно распределиться по тесту. Поэтому рассыпаем их по поверхности и оставляем на минуту. Дрожжи регидрировались, теперь размешаем их хорошенько, чтобы все перемешалось. Вводим полученный раствор в муку. Важно, чтобы, если где-то там дрожжи, чтобы они комочками не взялись. Вот так, как Лариса делает, хорошенько перемешать. Если где-то есть комочки, то их надо размять, чтобы они полностью растворились. И начинаем замешивать тесто. Вначале это можно делать ложечкой, но без замешивания руками нам не обойтись, вернее, вымешивания. Хорошенько все перемешаем до получения однородной массы. Замесили тесто, теперь добавим, ну, как замесили, перемешали с водой пока что. Добавим оливковое масло. И теперь его надо хорошенько вымесить. То есть, вымесить его надо очень тщательно. Вот такую вот процедуру проводим. Лариса показывает, как это делается. Минут 5 вымешиваем, не меньше. То есть, недостаточно его просто, ну, любое тесто, вы знаете, недостаточно просто смешать муку с водичкой, там, с дрожжами. Надо тщательно вымесить. Вот у нас тесто получается немножко жидковатое, поэтому надо добавить пару столовых ложек муки. То есть, оно не должно быть жидкое. Грубо говоря, муки надо брать на 300 мл воды. Ну, хотя многое от муки зависит. От муки все зависит, потому что одна мука может брать больше воды, другая меньше. Все зависит от влажности муки. То есть, в принципе, ну, по пропорциям должно быть все нормально, но у нас мука получилась почему-то. В общем, если тесто получается вот жидкое, как мы показали, то пару столовых ложек муки решает проблему. И тщательно вымешиваем. Вот получился такой шарик. Теперь его надо смазать сверху тоже оливковым маслом. А для чего это делается, Лариса? Ну, чтобы тесто не подсыхало во время того, как оно будет подыматься. Ну, и смазываем стеночки нашей мисочки тоже, чтобы оно не приставало к миске, а потом легче мы смогли его вытащить. И вот в таком вот виде ставим его в теплое место, либо возле батареи, либо в теплую комнату, чтобы дать тесту подойти. Процедура эта занимает от полутора до двух часов, дорогие друзья. Через полтора часа наше тесто выглядит вот так вот. Бешено подошло просто. На мой взгляд, бешено. Иначе это не назовешь. Теперь его надо обмять. Сейчас Лариса покажет, как это сделать. Мега вкусные питы будут. А у нас хумус есть. Отличный ужин пита с хумусом. Опа, и опять мало теста. Ну что ты наделала, Лариса? Все испортила. Было так много теста. Теперь достаем тесто вот так вот на досточку, посыпанную мукой. И продолжаем обминать. Формируем из него такую вот колбасу. Колбаса. Большая колбаса. Жирненькая у нас получается. Слушай, тут, по-моему, не 12, а 112 пит получится. Нормально все. Все хорошо? Да. Все зависит, конечно, от размера, какие делать. Но, как бы, если мы делаем такие стандартные, средние, в диаметре где-то до 15 сантиметров, то у нас должно получиться их 12. После того, как колбасу эту заколбасили, делим тесто на порционные кусочки. Каждое пол колбасы дали нам 6 кусочков. Лариса-колбасница. Со вторым кусочком теста, ну, со второй колбасой, вернее, поступаем точно так же. Режем ее. К чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. После того, как порезали все колбасы на кусочки, из каждого кусочка формируем шарик. Вот так, как это делает Лариса. Чик, и скатала. Лариса умеет делать всякую такую штуку интересную. И вкусную, главное. Точно так же слепим все шарики, дорогие друзья, и оставим их минут на 15 прямо на досточке, чтобы они еще у нас полежали. Вот я, конечно, иногда удивляюсь. Я с пивом хабачусь, но с тестом, по-моему, хабатиться надо значительно больше. Поставить-подойти, оставить-полежать, дать отдохнуть, раскатать. Эх! Ну, в общем, налепимся... Питу хочется, значит, придется потерпеть. Да, питу хочется. Хумус хочется с питой. Друзья, налепим все шарики и оставляем их на 15 минут. Через 15 минут раскатаем наши питы. Стараемся сделать правильной круглой формы лепешечку. Духовку в это время мы разогрели до температуры 250 градусов. Ну, собственно говоря, при такой температуре и будем их выпекать. Хватит, большая будет. Нам же толстая тоже не нужна. А что, пита мясистая вкусно. Ну и тонкая тоже не нужна. Лишнюю муку струшу. Да, и раскатанные питы выкладываем на подготовленный противень. Мы используем тефлоновые коврики для запекания с Алиэкспресса. Очень удобная штука. Стоит дешево, около доллара. Многоразовое использование. Мы ими пользуемся уже года полтора. Если нет тефлоновых ковриков, то можно использовать пергамент для выпекания. То есть, ничем его не смазываем, а просто на сухой пергамент или на сухой тефлоновый коврик, который застелен на противень, выкладываем наши питы. Будущие питы. Духовочка греется. Точно так же раскатаем все питы и приступим к выпеканию. Отправляем питы в разогретую духовочку. Ориентировочное время выпекания 5 минут. Но, как обычно, мы включаем секундомер и засекаем точное время, сколько они у нас будут выпекаться при температуре 250 градусов. Прошло 5 минут. Наши питы готовы. Ровно 5 минут они выпекались. Вот видите, они надулись немножечко. То есть, они расслоились, и внутри получился пустой кармашек. Теперь их надо выложить на чистое, сухое кухонное полотенце, чтобы они не потели, и дать им остыть. После этого, друзья, будем дегустировать. Подрумянивать их не надо. Они именно должны остаться такие беленькие, как вы видите сейчас. Это остыло, дорогие друзья. И покажу вам, что получилось. Ну, во-первых, как она расслаивается. Вот так вот, видите, получается такой кармашек. Теперь эту питу... То есть, сюда можно жареное мяско мелкое насыпать, как шаурма будет. Сюда можно... Блин, почему я когда рассказываю о какой-то еде, у меня слюни текут вообще? Я же не голодаю. Подумал о шаурме, и все. Полный рот слюны. Ну, реально, вообще какой-то ужас. Вроде не обжора. Сюда можно фалафель положить, друзья. Можно сделать вегетарианскую такую питу, нарезать сюда всяких овощей, любой соус, который вы любите, получится тоже очень классная закуска. Больше всего я люблю питу с хумусом. То есть, вот так вот ее едят. В конце видео будет ссылочка на рецепт хумуса. Очень просто его готовить. Очень классная закуска. Супер. Просто божественно. Дорогие друзья, пита получилась очень классная, очень мягкая, нежнючая. Вся внутри пустая, видите, можно растягивать даже. Я думаю, даже если трубочку вставить, можно надуть шарик колобок такой. С удовольствием мы представляем вам рецепт питы. Готовьте, у вас точно получится по этому рецепту. Проверен он уже неоднократно. Ну и, собственно говоря, подписывайтесь на наш канал традиционно, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось. Ну и, как бы, всего доброго, друзья. Будем снимать для вас новые интересные рецепты. Пока.